Итак, здравствуйте, дорогие зрители. С вами снова я, Алексей. Вы смотрите YouTube-канал Парадигм. И сейчас мы будем смотреть, точнее... Ну да, сначала смотреть, а потом показывать, как это делается. И угадайте, что? Это будет долгожданный урок по тому, как создавать искусственный интеллект в Warcraft World Editor. Вот так вот. Но для того, чтобы, собственно, посмотреть, нам нужно набрать, желательно набрать, чтобы ускорилось. Также мы можем вот здесь посмотреть. У меня два подопытных кролика. Причем этот подопытный кролик мы можем видеть, как и что он делает. За счет того, что, как вы видите, появился герой, обучил он... Ну, за счет того, что мы союзники, у нас общие войска. Я даже могу попытаться управлять ими. Но, естественно, он сам себе заперед. Через некоторое время. Также, как вы видите, Вайши, она нестандартная. Вайши, у нее здесь смертельный удар вместо щитка. И это я тоже расскажу, как сделать, чтобы она качала смертельный удар. И также вот пользуется она духом океана. Этот пользуется леденящим криком. Также вот есть Маргоузнахарь, которого я создал. У него есть апгрейды, как у любого мага. Ну, у него по умолчанию не было никаких апгрейдов, но я сделал. Вот так вот. Не знаю об апгрейдах, я не буду говорить пока что именно у таких вот. Просто пусть будет... Знаете, что я умею делать вот и все. И что комп тоже умеет этим пользоваться. Как вы видите, они идут мочи от тут. Я, кстати, им на 4 ресурсов, как вы видите. Также вот, как вы видите, пищу они строят себе. Ну, когда им нужно увеличить количество пищи, строят фермы. Ну, на самом-то деле, оно там все запрограммировано. И, в принципе, там все посчитано. То есть, у них не бывает такого, что не хватает лимита армии. Лимита пищи. Также у меня есть мой герой великий. Архимонт-колдун. Но это на всякий случай. То есть, если мне захочется что-нибудь сделать, то я его буду использовать. Также мне он не нужен. Вот, как вы видите, они строят нычку здесь. Плывут. Это специально здесь озеро сделал, чтобы показать, что Наги вполне себе нормально. Чувствуют себя на воде. Могут воевать на воде. Баффают друг друга. Я так понял, у него был свиток, типа, которым он баффнул. Тут, кстати, враги вот еще бегают. Тоже мочат, собирают тут когти. Не всегда. Да, ну, саперитый, вот, собрала когти, по крайней мере. 15 единиц. О, в свиток портала вы можете видеть, насколько гениален искусственный интеллект. А, тут, да, чуваки напали. Ну, ладно. Они разберутся. Смотрите уже, какой трындец здесь происходит. Нагу гвардейца построили, уже апгрейцы почти все вкачали. Понастроили святилищи этих. Ну, хотя нет одного. Вот второе построили. Строят здесь дополнительные стражи течений. Так же, вот, как вы видите, уже прокачался до наставника у нас. Магроуз нахарь. И теперь он может сонка вставать. По умолчанию так же вот этих вот наг-гвардейцев не было. Ну, в расе нах... Ну, они не производились в нерестилище. Это уже не говоря о том, что марголов нахарей не было. Но нужен же какой-то хиллер нагам. Вот я сделал. Вот, кстати, смотрите, они еще и достраивают вышки здесь. Это забавно. И чинят. Вот уже 83 тысячи они себе заделали. Ой, знали бы вы, я уже на самом-то деле записывал подобную серию. И она будет очень длинной, сразу говорю. Возможно, даже длиннее, чем все остальные. Ну, мы не вместе взяты, а по отдельности, естественно. У меня еще были случаи, когда они застревали постоянно. О, уже кого-то замочили у меня. Кстати, Кель не умеет бегать по воде, поэтому он здесь как-то отбегать. Все это дело. О, уже тут войнушка идет. Блин. Стоп, а тут... Что тут происходит? Где демоны? Где демоны, да? Кстати, неплохое, неплохие арты. Уже пора? У Вайши, кстати, есть вот дух океана. Эй, что ты ледяные стрелы качаешь, чувиха? Ты должна качать смертельный удар, дура. Вот каждый раз какие-то глюки происходят, я не понимаю. А, ну да, возможно, блин, надо было поменять во всех случаях. Ну ладно, в общем, она смертельный удар прокачала все равно. Молодец. Делка. Смотрите, сколько мы водичек наспавнили, которые к тому же имеют шанс застанет. А здесь непонятно, почему они нычку не построили. Мы построили здесь, вместо того, чтобы там. Первый уровень, капец. А вот эта вот чувиха, она, когда с критами, она вообще крутая. Ну, то есть ей можно когтей напихать в инвентарь всяких. И еще дать, ну, в общем, маску смерти. И она будет критовать и отжираться критами. Это круто. Кстати, вот смотрите, нагогвардеец тут залез. Ну, неважно, вы можете понять о том, что я наконец-то разобрался с искусственным интеллектом. По этим всем свидетельствам. Кроме того, с не совсем обычным искусственным интеллектом. А кто тут критует? А, вот она. А то я ее не заметил. Ну, там, знаешь ли, сидит. А вот Келли, смотрите, и тот, и тот бегают тут вокруг. Вот куда ты бежишь? Вот это вот проблема, конечно, что они тут отбегают. Делают, что им хочется. Вот, ну, дирижабль взял. Откуда у них столько големов, я не понимаю. Где вы их взяли? Кстати, забавно, что они каждый раз одинаково вроде бы строятся вот так вот. Но как здесь пробегают их, эти, черепахи и накии-квардейцы, я не понимаю. О, молодцы, застанели Вайше. Так. На, застаньте ее. Станьте, 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 давайте, 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 давайте. Ну блин, сбежала сволочь, хотя она вернется. Во всяком случае, я всегда могу сделать так. Кстати, здесь проигрыш как бы не предусмотрен, и я напасть на нее не могу, к сожалению. Но меня все равно не повреждают. Так, а как я могу... Так, 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 так. А, у меня же нету этого еды. Для всех этих вещей. Где-то ты, товарища. Ее лечат, зараза. Так, так, так. На. Сушай. Давай ее соси. Есть. Чего это? У него защита от магии, да? Ну вот так, значит, сделаем. Митро Шархимонда. Кстати, посмотрите, они еще и, ну, очухались, скажем так. О, уже девятого уровня, смотрите, как вкачали. И Келли, ну, Келли еще четвертого уровня, а вот этот уже шестого. Хотя толку, он все равно вздыхает, как и на первом уровне. Ладно, на этом мы, пожалуй, закончим, а то сейчас уже 20 минут будет обзором моего великого, ужасного. И перейдем в редактор, и я расскажу, как я все это сделал. Встретимся там. Итак, мы в редакторе, и сейчас я вам буду показывать, как я все это сделал, как я сделал, ну, нормальный искусственный интеллект для Нах. Ну, в принципе, для любой расы он также будет нормальным и будет подходить. Вот такие вот дела. Ну, нет, начнем мы не с этого, а, собственно, с интеллекта. Тут мы, пожалуй, загрузим этот интеллект. Вот он. Да, его надо загружать. Именно вот так вот в файл заходите. Открыть данные по ИИ. И, в принципе, вот. Если же у вас уже в карте ИИ встроен, то вы просто его ищите файл Y и его экспортируете. Экспорт файла. И вот сохраняете. Таким образом. И никак иначе. Итак, что у нас тут? Тут у нас мы вводим имя своего искусственного интеллекта. Расу выбираем. Расу советую ставить нестандартную. Ну, потому что вы будете делать по-любому нестандартную расу. А если вы поставите какую-то из стандартных, то ваши юниты не будут, ну, скажем так, они не будут пользоваться способностями других рас и нестандартными способностями, там, например, нейтрально-враждебных юнитов и так далее и тому подобное. Имя игрока. При включенном параметре название ИИ будет использоваться в качестве имени игрока. В общем, вот эти вот вещи вы сами почитайте. Вы видите, что они на русском. И я не буду тратить на это время. Вот можете посмотреть, что без повреждений. В принципе, можно его поставить. Но в таком случае, в принципе, нужно будет хилеров оставлять на базе. А я это не люблю, поэтому пофигу. Дальше. Если у вас нестандартные юниты с нестандартными способностями, то нужно импортировать данные об этих способностях и о юнитах. Это делается вот так вот. И вот вы выбираете. Как создать этот файлик? Файлик нестандартных данных. Вы заходите в менеджер редактор объектов. Щелкаете на файл экспорт всех данных. Это самый простой способ. Пишите, что вам надо и сохраняете. Это будет V3O. В принципе, вот, давайте теперь перейдем. И я вам покажу. Вот, то есть, видите, он здесь. Но его нужно удалить. Какого хрена ты лагаешь? Парень, ты лагаешь! Ну, что за хрень! Всё, Дэл! Вот ненавижу такое. Замедлить сбор не ставьте. Умная артиллерия. Ну, в общем, вы поняли. Здесь я не буду на этом зацикливаться. Это самое очевидное, что может быть. Дальше. Здесь. Здесь. Здесь у нас много интересного. Здесь вы выбираете героев. Для того, чтобы героя наняли, его нужно, естественно, добавить в алтарь. Возрождение, там, воскрешение, чего-то там. Алтарь Голубин, как у Нах в данном случае. Что ещё тут? Все герои выбираете. Вот это вот шанс. Шанс, порядок обучения. То есть, шанс того, что именно такой порядок обучения у ваших героев будет. Здесь представлены все комбинации. То есть, три... Три, три, три... Ну, и все возможные комбинации с этими тремя. То есть, шесть. Так, ну вот. Стоп. А не восемь разве? А, нет, не восемь, потому что там это... В общем-то, не все комбинации. То есть, это если судить по двоичной там системе, по троичной, исчисления, то там же есть ещё ноль. А здесь, как бы, по-любому три героя будет. Поэтому здесь шесть. Все комбинации, это шесть комбинаций. Дальше вы можете здесь задать для какого-либо из героев, как он будет качаться. Вот, например, у селёдки, ну, у нашей вайши, почему-то ледяные стрелы вторые. Хотя я ставил когда-то смертельный удар вторым. Но для того, чтобы получить эту вайши, нужно было, короче, создать нестандартную вайши, именно как нестандартного юнита. Иначе мы бы не смогли конфигурировать именно её способности. Ну, то есть, как нестандартного юнита. Мы бы конфигурировали по-любому стандартные способности вайши. Не знаю, почему так. С эллиданом тут всё понятно. Кстати, для того, чтобы увидеть нестандартные юниты, вы должны, естественно, импортировать их вот при помощи того способа, который я показал. Но это ещё не всё. Здесь мы, допустим, разобрались. Ну, допустим, если что, вы пишите под видео свои вопросы. Я отвечу на них. Также смотрите другие мои видео-гайды по Word Editor. Здесь у нас, собственно, приоритеты строительства. Храм Пучины. То есть, он по-любому должен быть один. Дальше вот столько должно быть моргов. И давайте узнаем, что означают вот эти вот вещи. То есть, вот эти вот циферки. Цифири, как их ещё называют. Первая цифиря. То есть, это количество данного типа юнита, которое будет в игре. И которое комп будет стараться поддерживать. Я это так понял. Или он, по крайней мере, будет идти сверху вниз. И будет выполнять все эти действия. То есть, он будет заказывать этих юнитов. Но, если эти юниты не погибли, а он дойдёт до конца списка, то он начнёт заново. И он не будет уже строить опять этих моргов. То есть, он один раз их строит. То есть, они уже занимают лимит в пище. И всё. Больше ему не надо. Больше он их не будет строить. Так вот. Как вы видите, то есть, один здесь. А здесь один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И дальше идём сюда и смотрим. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. То есть, как вы видите, каждый юнит, то есть, каждый отдельный тип юнита, он считается его количество. Таким образом, мы считаем, сколько у нас тех юнитов, сколько у нас тех юнитов вообще будет. И таким образом, то есть, вот, например, один, два, три, три вождя моркового. Вот четыре, четыре вождя моркового. Но вы поняли, что это обозначает. Это нужно, опять же, для того, чтобы, если уменьшится количество юнитов, чтобы компьютер его заказал. Дополнительно эти юниты. Второе, пища. Ну, пища, это понятно. Первая статья, это сколько у нас расходуется. Вторая, то есть, справа, у нас то, сколько у нас всего будет. Пятнадцать у нас даёт храм Пучины. В самом начале, то есть, у нас получается, строятся морговые. Лимит. Вот, ну, вообще-то, только часть из них строится, потому что, как вы видите, в начале ноль, а у нас в начале даётся пять морковых, следовательно, достроится ещё четыре морковых. Как вы могли видеть, если внимательно смотрели, мой обзор, собственно, что у меня получилось. Ну, надеюсь, вы смотрели. Итак, дальше у нас строится, вот до девяти доходят, ещё нерестилище и коралловый бассейн. Ну, хотя можно, нет, нельзя было. То есть, пока он достроится, тут ещё алтарь глубин достраивается и первого героя нанимают. То, какого героя первого наймут, зависит от того, как здесь выбрано. Как вы видите, то есть, шансы есть, шансы именно, что так, в такой последовательности будут наниматься герои. Я выбрал по 40% здесь, потому что или танк, он как бы танк и он полезен. Ну, это сомнительно, в общем, будем считать, что он полезен. А также вайша, то есть, или или дан, потом вайша, или вайша, потом или дан. Кель у нас не в приоритете. Как мах тот и как неумеющий бегать по воде. Вот такой вот бегущий по воде. Кель не Иисус, а вот или дан Иисус. Только почему-то рогатый и крылатый. Люциферус. Так вот, дальше нанимаются вожди Марголов. Дальше идет Нерестилище второе. Опять вождь Марголов. Дальше изучается способность Ловчий. Кстати, вот если мы жмакнем два иным кликом, то мы увидим, что тут можно выбрать. Герой первый, второй, третий, дополнительный лагерь. Это значит, что в дополнительном лагере, что ли, его будут строить? А, нет, это именно сам лагерь основать дополнительный. То есть, это означает поход для основания дополнительного лагеря. лагеря. И, собственно, это в частности означает, что один Марголов побежит строить храм Пучины. Сначала прибегут, зачистят, короче, наши чувачки. Местность возле рудника. Потом прибежит этот чувак, поставит там храм Пучины и будет золото добывать. но сначала его построят, естественно. Особая боевая единица, это, собственно, любая боевая единица, а не особая. Или особое улучшение, это, собственно, вот эти вот улучшения. Дальше у нас что идет? Коралловая чешуя. Кстати, вот насчет улучшения. Улучшения тоже можно импортировать, я так понял. в принципе, ну, потому что здесь есть улучшения, которые не должны здесь быть. Но я с улучшениями не разбирался, как их импортировать в искусственный интеллект. Но разберусь, в принципе, если нужно будет. Итак, что тут у нас дальше? Коралловую чешую, опять коралловую чешую, но это разная коралловая чешуя, одна атакующая, вторая защитная, как это ни странно звучало бы. Дальше коралловый бассейн очередной строим, хотя еще лимит предыдущего не достигнут. Дальше куча морских драконов, опять коралловый бассейн, нагу воина, морского дракона, великую черепаху, второго героя строим, хитиновую чешую, опять хитиновую, ну в общем атакующую защитную, святилище Азары строим, первое, и нанимаем Маргола знахаря, то есть это я естественно добавил, как самого Маргола, так и его постройку, но должен же быть унах какой-то хиллер, потому что вот селедки утилот, они в качестве волшебниц, то есть как у альянса волшебницы, а хила нету нормального, поэтому нагом я дал вот такого Маргола знахаря, он и вписывается нормально там, и вообще очень хороший Маргол, или Морлок, Морлоки, Морлоки, дальше дополнительный лагерь первый создается, то есть вы видите, то есть храм Пучины первый, а здесь дополнительный лагерь как второй, то есть это значит тоже храм Пучины, которая пучит, пучина от слова пучить, так вот, то есть страж течений, стражи течений, тут интересные нюансы, я вам расскажу о них, как я их делал, кстати, вот здесь мы указываем лагерь, то есть тут все типы ратуш, ратуши можно создавать, то есть из любого здания, там особое расположение ии, по-моему, добавляется, и еще какие-то, то есть обилки зданию добавляются, чтобы сделать его ратушей, я сейчас вам не скажу, но в принципе, то есть я думаю, не знаю, может когда-нибудь в другой раз расскажу, если вы попросите, в данном случае я фактически на всем готовеньком делал эту расу, то есть ей искусственный интеллект, дальше, рудник, можно выбрать проклятый рудник, это если нужно на руднике строить какую-то хрень, как ни странно, плетеного рудника здесь нету, потому что его не нужно строить, он автоматически строится, когда рядом строится дерево, а вот проклятый рудник нужно строить, причем можно даже сделать так, что типа рудник выбрать какой-то, который строится, но в который загонять рабов не надо, то есть чтобы вообще никто не работал на руднике, а он так приносил вам золото, это было бы довольно забавно, так вот дальше дополнительный лагерь создается потом стражи течений и они создаются в дополнительном лагере номер один, то есть в том, который мы основали, и прикол в чем заключается, что у нас у нас это лаг это как раз означает лагерь, кстати, вот если вот так вот его немножко растянуть, то все становится довольно-таки понятно, там где указано лагерь неважно, то будет строиться в случайном лагере, в принципе может построиться как в основном, так в дополнительном, плюс там компьютер может решить что-то сделать, а вот здесь где вы указываете именно в каком лагере строить, там собственно это уже поважнее и будут строить там где вы именно указали. Вот так же как вы видите дальше идет Маргова Рабова еще создаем и они так как у нас в начальной в начальной локации древесину 4 добывают 5 на золото то есть это максимум уже идет то те что производятся они бегут добывать на экспанде золото и дерево если их конечно хватит но их обычно не хватает дальше создается еще один Марго Знахар дальше Наги Сирены Святилище Азары второе тут даже указано Дальше Страж Течений 3 штуки там я не понял как они считаются в принципе их может создаться куча а не 3 штуки но сколько денег будет столько и создастся дальше Посвящение Сирен изучается Наги Войны создаются Россия Чара изучается Коралловый бассейн строится Нагу Война Три Катля создается Высшее Посвящение Когда создается Высшее Посвящение то наши Марго Знахари приобретают способность усыплять Меня они уже усыпили если честно Ну вообще-то уже 2 часа ночи Поэтому ставьте лайк лайк не забудьте лайк под этим видео Дальше делается третий экспанд на третий рудник делается еще 3 Марго раба Почему 3 да потому что больше не хватило лимита еды дальше изучается костяная чешуя строится три стража течений и еще раз изучается костяная чешуя уже другая дальше нанимается третий герой наконец-то и уже то есть сотня лимита получается но на самом то деле к этому времени обычно уже кого-то убивают поэтому тут у нас нагогвардеец нагогвардеец экулатр это юниты которые я вам объясню они они вот здесь есть последняя колонка это условия и об условиях я сейчас буду рассказывать начнем пожалуй самых простых условий это вот экспэншен 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 давайте посмотрим где тут экспэншен вот экспэншен один условия количество имеющихся шахт меньше двух ну логично если у вас одна шахта то вы начинаете экспансию первую экспансию вот такую и то есть тут отмечается что оно используется в одном в одном приказе то есть это условие экспэншен два если количество имеющихся шахт меньше трех вот вот такая простая вот фигня дальше хайл левел юниц или мор маргус давайте сначала мор маргус 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 это как мина минас маргул было такое во властелине колец вот тот очко которое на всех смотрит Сауроновская похоже на кремлевскую башню такая штука ладно не важно так вот вспомним маргулы вот количество имеющихся шахт больше один опять же условия то же самое но используется оно в 7 вещах блин а это забавно возможно это можно удалить два этих условия так как они а меньше 2 то есть построить 7 этих маргул и вот как вы видите то есть строятся этим маргулы 7 штук забавно дальше количество шахт больше двух строится еще три этих маргул 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 не важно забейте вот они это уже на второй экспант и дальше у нас идет стражи и стражи экспант что у нас за и стражи экспант 2 кстати стражи условия общее количество стражей течения юнитов меньше или равно 3 кстати вот вы можете посмотреть это сравнение целых чисел есть также логическое сравнение и и или или это прикольно какие-то случайные вещи делать то есть построить например или то или то это нужно еще в общем с этим играться как вы понимаете то есть стражи экспант это условие общее количество стражей течения юнитов меньше или равно 10 стражи экспант 2 меньше 15 то есть при условии что если стражи течений у нас меньше трех там меньше 10 и меньше 15 мы строим еще определенное их количество зачем это нужно да потому что иначе каждый раз когда это все будет проходить вот эта вот штука ну сценарий поведения и он будет достраивать всяких там юнитов зданий и так далее то он будет достраивать этих стражей течений очень много раз а мы таким образом ограничиваем их количество и в общем то это хорошо потому что до этого поверьте я нам учился очень сильно процент комп фактически застраивал свою базу этими стражами течений и у меня были проблемы поэтому пользуйтесь такой вот системой ограничивающий компьютер в обороне своих баз иначе будет или данчик застревать где-нибудь между казармами между нерестилищем и храмом азары и дальше какие еще есть условия хай юниц и хай лэвл юниц хай лэвл юниц потребляемая пища меньше или равно 75 это условие и что же у нас происходит то есть если у нас меньше пищи чем 75 то у нас строятся морговы знахари и строятся вожди морговов если же у нас больше 75 это хай юниц потребляемая пища большее равно 75 то у нас не строятся эти морговы знахари и вожди моргов но зато у нас строятся наги гвардейцы и куатли вместо них потому что как вы видите то есть здесь с сколько пищи отнимают эти морговы столько отнимают и эти это делается для того что но вы подумайте это в общем то логично вы подумайте если вы вначале например играете за альянс и строите пехотинцев а потом короче убили ваших пехотинцев вы будете строить заново пехотинцев если у вас уже есть рыцари не будете вы их строить вот и здесь то же самое но здесь просто это контролируется лимитом пищи потому как фактически когда доходит до строительства нагвардейца там и так далее то уже все апгрейды сделаны и в общем то все хорошо у нашего компьютера и это круто так что дальше у нас идет у нас идет у нас идет ну все в принципе я здесь рассказал то есть когда меньше 75 но вы скажете а почему хилеров не делаются хилеры эти но на самом-то деле они делаются просто в меньшем количестве так как юниты более жирные и в общем то их хилять не очень нужно да и хилеры уже прокачаны то есть они у них много маны они могут хилять получше и здесь есть где-то еще один хилер у которого который в хайлевел юниц не входит это это вот он маргол знахарь второй то есть здесь у нас маргол знахарь который в хайлевел юница здесь маргол знахарь просто и будет изготавливаться ну производ строится не знаю обучаться пусть будет обучаться в два раза меньше чем до этого дальше перейдем сюда здесь тоже кстати есть условия и здесь я условия не знаю как применять ну а кстати как вообще добавить вот это вот условия к этому какому нибудь юниту к этому действию приоритету скажем так процент давайте посмотрим вот так мы не можем изменить приоритет мы будем вот так вот меня а здесь мы можем модифицировать условия только так и никак по другому вы можете это сделать ставки улайк за то что я вам сказал об этом процент и вот то есть условия вы выбираете из тех условий которые вы создали советую естественно русификатор триггеров скачать которые будет под этим видео также будет эта карта под этим видео для особо упоротых которые не могут понять что я говорю но поймут что я делаю по моей карте я моя цель типа обучить и получить лайк ладно здесь можно указать старателей и лесорубов почему старатели и лесорубы разные процент ну то есть разные скажем так ячейки где выбираются они да потому что это могут быть разные юниты как у нежити в принципе что здесь вторая ячейка для нежити что здесь вторая ячейка создана для нежити потому что у них лесоруб это вурдалак а страдатель это послушник вот такие вот пива да дальше здесь указывается вот в главном лагере сколько фиксирована или все то есть рабочих должно добывать золото, сколько рабочих должно добывать древесину в дополнительном лагере, сколько рабочих должно добывать золото и должно добывать древесину. Ой, не то изменил. Лагерь номер два. Вот так вот должно быть, ну, не важно. Все равно крестьян этих моргов не хватало на третий лагерьниках, да, у меня. Поэтому это не так важно. Дальше, атака. Ну, с атакой тут все просто. Вы указываете, какие у вас существа являются атакующими. Это могут быть как старатели в случае вурдалаков, так и, в общем, все, что у вас будет в армии. То есть, герой первый, второй, третий, великая черепаха, вошь, маргол, маргол-знахарь, морской дракон. Вот, опять же, если вы хотите включить вот эту вот без поврежденных, то желательно тогда поставьте здесь, ну, уберите маргола-знахаря. Тогда он, если он не будет включаться в войска, то он будет стоять на базе и хилять тех, кто будет прибегать на базу, в общем-то, пораненный. Вот такие вот дела полезные. Дальше. Атакующие отряды. Можно создавать отряды разные, но я не вижу в этом смысла, потому что отряды специализированные будут проигрывать крупной армии. Это разве что, если можно неограниченное количество войск делать, тогда были бы смыслы в отрядах этих. Дальше. Вот атакующий отряд, можно волны создавать атак, то есть разные, чтобы эти отряды были. Но это уже, скажем так, для компаний полезно будет, чтобы, типа, там, вначале бугаи прибегают, потом волчьи всадники, потом еще кто-то бежит. Приоритеты целей. Чем выше в этом, тем больше приоритет. Значит, у нас обычная цель, безусловий, и самый высокий приоритет, потом лагеря монстров приоритеты есть. Новый лагерь на местности, то есть новый лагерь захватывать, есть приоритет. Дальше враг на вражеский главный лагерь нападает, на вражеский дополнительный лагерь, и на вражеский любой лагерь. То есть, как бы, если мы напали на главный лагерь, то мы его, допустим, вынесли, потом мы нападаем на дополнительный лагерь, вынесли его, а потом на любой лагерь, который остался, мы нападаем, потому что нам уже не важно. Вот такие вот приоритеты целей, в принципе, компьютер будет их использовать. Например, когда стояла у меня враг главный лагерь вверху, и вообще, то есть, в первую очередь на врага нападать, то крипов мой искусственный интеллект не уничтожал, что довольно прискорбно было. И поэтому я поставил приоритет больше на монстров, чем на игрока, потому что монстры это хороший способ прокачаться практически без потерь. Ну, я так делаю, то есть, я качаюсь на монстрах, они на противнике. И приобрести какие-то предметы, что, несомненно, хорошо. Дальше тут у нас проверка конфигурации, и это далеко не все, что я вам рассказываю. Буду рассказать точнее. Тут у нас, то есть, можно проверить карту, проверить ИИ, то есть, вот как-то здесь это можно сделать, проверить ИИ, и он будет проверяться на вот этой карте. Здесь вы ставите текущий ИИ, здесь вы ставите сила средней, потому что сила вообще не зависит ни от чего. Но в принципе, говорят, если не средняя, а какой-то другой поставят, что могут быть глюки, и искусственный интеллект не будет работать. Что за задержка? Задержка ноль. То есть, не будет задерживаться. Но это замечательно. Здесь мы разобрались, но в целом мы не разобрались. После того, как вы импортировали что-то, как импортировать, я показал данные эти, которые вам пригодятся для создания нестандартных раз. Ну и искусственного интеллекта для нестандартных раз. После этого вы должны сохранить свой искусственный интеллект. Вы думаете, вот я создал здесь искусственный интеллект, и сейчас он будет работать. А вот хрен вам, не будет он у вас работать. Никогда он не будет работать. Он работает только у меня. Запомните это. Ладно, шучу. Я сейчас вам покажу, как заставить его работать. А именно вам нужно сохранить данные как ИИ. И тут вот Нага ВАИ. Нага АИ ВАИ. Именно вот вы сохраняете. Вот бабах, сохранили. Я не буду, потому что у меня уже есть. Ничего менять я не хочу. Меня это вполне устраивает этот искусственный интеллект. Буду создавать другие расы теперь, наверное. И дальше вы идете в менеджер импорта. Здесь у меня все есть, но вы должны сделать так. У вас здесь ничего не будет. Вы нажимаете на эту кнопку импорт и выбираете среди списка, если вы его, конечно, сохранили в АИскрипт, свой АИ, вы выбираете его из списка. Вы его выбираете, открыть нажимаете и у вас вот эти два файла появляются. То есть у вас появляется файл, который вы выбрали в формате в АИ и появляется файл в формате АИ. И ваша задача в файле в формате АИ щелкнуть на нем два раза левой кнопкой мыши, жмакнуть нестандартный путь и удалить все, кроме самого названия и расширения. То есть как вот, например, вот здесь вот это все удаляем, вот это оставляем, только в файле АИ. Хотя здесь тоже можно по идее, но я не знаю. Я не удалял и все работает, как вы видите. После этого вы наверное думаете, ну все, теперь у вас будет работать искусственный интеллект. А вот хрен вам, он работает только у меня, я вам уже говорил об этом. Но вы блин, не понимаете слов, что я короче у меня харизма, у меня стержень, а у вас нет стержня, поэтому у вас никогда не будет работать АИ. А если серьезно, то вам нужно еще добавить такие триггеры. Как вы будете их активировать, мне не важно. Вы можете их активировать при условии, что игрок компьютер. То есть условие игрок выбран, ну допустим, я сейчас покажу вам, ой, вот допустим, выбираем в условии сравнение контроллера игрока. Игрок один красный, контроллер равно компьютер. Действия начать сценарий ИИ. Вот так вот. И вы выбираете здесь не мап АИ, а вот это вот импортированный ваш НАГА АИ. В таком случае, если красный будет, вы выставите в начале красный компьютером, то у вас запустится вот эта фигня. Естественно, здесь нужно поставить инициализацию карты. Вот такая вот фигня. здесь же у меня сделано вот так, как вы видите, то есть инициализация карты, но это стандартные мэй триггеры, и здесь вот просто запуск, начать сценарий и для два синий и для три зеленый салатовый. Дальше, вот это важно для нестандартных героев. Дело в том, что стандартное ограничение количество героев, там и по типу их ограничения, оно не работает на нестандартных героев, которыми являются вайши, там, элитаны и так далее. поэтому мы выставляем ограничить подготовку героев до трех, но на самом-то деле запрограммировать, как вы заметили, наверное, можно прокачку трех героев при помощи искусственного интеллекта. Больше нельзя, поэтому если вы хотите создать и прокачивать, чтобы создался и прокачивался четвертый герой у искусственного интеллекта, то вам нужно будет все это прописать в редакторе триггеров, что довольно-таки сложно, поэтому не парьтесь, даже не пытайтесь это делать. Ну, естественно, для сине-зеленого то же самое. Дальше отдельно ограничить подготовку типа юнита для каждого героя и для каждого игрока. Это желательно сделать, потому что иначе могут быть три одинаковых героя. ну, у меня лично не работает. Если можно как-то настроить героя, чтобы он включался в тот триггер, который ограничивает подготовку героев, то скажите, как это сделать, как включить в этот триггер своего какого-либо героя. здесь я добавляю кучу бабла компам, чтобы игра была быстрее, чтобы я вам не показывал час, как комп развивается, и что я вот такой вот молодец. Я и так молодец, и без того. Дальше что? Дальше, ну, это килл, то есть полезная команда иногда. и тут у нас, тут у нас это я создал, потому что постоянные битвы шли, ну, как вы видели, то есть постоянные битвы идут посередине, и когда юниты умирают в этих битвах, то остаются трупы. Трупы надо убирать, но убирать их не так уж и просто, потому что я вам объясню, почему. Вот, как убираются трупы. Отряд выбрать каждого юнита в группе юнитов сделать множество действий. Выбрать каждого юнита в зоне игровой карты и сделать. Что сделать с этими юнитами? Дальше if then else, то есть если выбранный юнит мертв равно да, и выбранный юнит типа героя равно нет, то есть если выбранный юнит мертв и он не герой объясню, почему не герой и он не герой то удалить выбранный юнит из игры то есть удаляем труп то есть мертвые юниты они как бы трупы но они числятся они отображаются и они нагружают компьютер поэтому если много трупов скапливается то игра может сильно лагать именно по этой причине даме юниты тоже удаляют после того как способность прошла но если один даме юнит то не страшно а вот если у вас способность которая использует 60 даме юнитов а такие бывают то могут возникать проблемы так вот герои если труп удаляешь ты героя то ты удаляешь фактически самого героя а так как ограничение на количество героев у нас действует которое я создал в инициализации то мы не сможем его заново создать да и вообще то есть он удаляется его нельзя будет воскресить и все и получается что в конце концов у вас не останется героев они будут умирать и их будет удалять как трупы поэтому нужно исключить героев из удаляемых трупов в остальном же 15 секунд достаточно то есть трупы как бы будут появляться они будут скапливаться потихоньку но тем не менее они будут удаляться время от времени их не будет скапливаться чрезмерное количество дальше ну я пожалуй покажу вам еще как я тут сделал ну в принципе вы сами это посмотреть можете это все на самом то деле можно вернуть это просто я на это я эту карту в общем то уже снимал раз и получается так что фактически ой нет здесь не надо ничего уже менять ничего нового а я да эту карту вы уже видели просто она очень сильно отличается вот я понимаю что я туплю сейчас ну в смысле того что говорю всякую хрень но уже 2 30 ночи поэтому у меня вам тоже доброе время суток наконец-то я это сказал так вот то есть улучшение для заклинательницы нога сирена нужно макроу знахару добавить тут добавить улучшение для мага ученик адепт наставник то есть его титулы и вот какие заклинания на каком этапе улучшения будут добавить то есть способности сон знахар лечения здесь типа ландшафт а все ну я в общем то просто изменил готовый юнит требования уровней 2 то есть посвящение сирен требуется 2 для того чтобы там ну неважно и сама способность где тут сон этот а это что за способности тут у нас такие а скачок ну скачок это норм а вот сон здесь нужно добавить требования посвящения сирен требования уровня 2 то есть только когда он получает посвящение сирен мастер он сможет кастовать сон и проверять зависимости включить это именно для того и нужно то есть без галочки да на проверять зависимости у вас сон будет все равно применяться вне зависимости от того выучили вы апгрейд или нет между прочим это многие даже опытные картоделы не знают да и многие опытные картоделы улучшениями не занимались дальше аутарь голубин то есть здесь я добавил трех героев нерестилище добавил сюда нагу гвардейца святилище азуры моргола добавил здесь вот я создал вайши нестандартную зачем я ее создал да потому что если она стандартная то нельзя будет ее способности в общем-то будут стандартными как у обычной вайши а она как бы по факту нестандартная но там она будет указываться только стандартной то есть со стандартными способностями поэтому создавайте если вы каких то героев перейти с компанией создавайте лучше нестандартных юнитов и потом импортируйте их уже в свой искусственный интеллект чтобы они заново просчитывали все их способности заново процент просчитывать как их использовать и так далее и тому подобное и на этом я пожалуй с вами попрощаюсь надеюсь вам понравилось опять же с ставьте лайк просите новые гайды может есть с ними разберусь и так далее и тому подобное до следующих серий пока пока